Desert Eagle от бренда Retay Написано Eagle X Почему-то бывает он у нас в разных расцветках Я вам нашел Самую, наверное, каноничную Такую серебряную в стиле Майкеса Пейна Комплект Инструкция Нейтральная смазка Ёршик для чистки И наклеечка Вот, типа, ну если кто наклеечки любит Кейс, кстати, получше Получше курса Он здесь на каких-то более интересных защёлках И тут имеются у нас уже петли Они просто пластиковые соединения И я так понимаю, послужит он подольше Ну и курсовские нормальные Если особо их часто не трынкать Нормальные, достаточно долго живут Давайте посмотрим на сам пистолет Давайте возьмем луку И что нам бросается в глаза То, что он не полноразмерный Это так называемый Бэйби Дезерт Игл Они обладают, как правило, меньшими габаритами И меньшим калибром Кстати, по-моему, деглы есть и Под 9 миллиметров Под 40 смит энд Уэссен Ну, возможно, это какой-то мелкокалиберный Данное оружие Асхана называется не зря Я так понимаю, не когда это был либо газовый Либо мелкокалиберный пистолет Под боеприпас 22 Long Rifle Кстати, что у нас тут по имитации? Да, то есть Респект Ритею за то, что Сохранили оригинальную конструкцию Когда Кожух затвора Двигается не полностью То есть задняя часть Его при работе остается на месте Давайте, наверное, начнем С самого интересного Это надписи Они у нас все полностью заводские То есть сделаны в Турции Калибре И нисколько особо на настоящее Не похоже от слова Совсем Но зато есть клеймо Гегла Либо его имитация В принципе, выглядит неплохо Надписи тусклые Плюс, я как понимаю Они И они гравированные Но я думаю, как-нибудь Эту проблему можно исправить А проблема это ли вообще По штифтам Не знаю, видно вам их или нет Но Мне их Мне их Не видно Это очень хорошо Складывается на Имитация Действительно Похож на настоящий Гвестрельный Пистолет По материалу Здесь мой волшебный магнит Сразу Начнем с того Что точно стальное Это у нас магазин Он полностью стальной Даже пятка Обычно пятку делают пластиковые Здесь все полностью стальное Далее У нас будут крепления Все Основное Корпус у нас Из цинкового Алюминиевого сплава Винты Иногда Курок бывает Стальное Здесь Из сплава Прицельные Это пластик Сразу скажу Это пластик Экстрактор Экстрактор стальной Рычаг Металлический Но не магнитится Штифт рычага Стальной Пусковой Крючок Стальной Кнопка Кнопка Тоже из сплава Не очень много Конечно Здесь стали С другой стороны Изделие получается Более-менее дешевым Я не думаю Что многие из вас Готовы отдавать Больше Там 30-40 тысяч За стальной пистолет Что в принципе Является нормальной ценой Для полностью стального Сх-пистолета Данное изделие Будет значительно Более дешевым Еще я кое-что Для вас подготовил Это боеприпасы Некоторые путаются Сразу Не то, что это небольшой левбез Просто очень бегло расскажу У нас в магазине Представлены Три вида Боеприпаса С которыми Данное изделие Будет работать Забегу вперед Сразу посмотрел я Видик Главного инженера Техкрима Вот этого Нашего российского бренда И он сказал Что они абсолютно одинаковые То есть И те, и другие Будут работать Ну разве что Эти более бронзовые Такие более имитационно Интересно выглядят Эти просто Стальные Как бы Серебряные Это вот у нас Еще есть Зарубежный аналог У него Какой-то Такой побольше капсюль Как-то более дорого Богато выглядит По ощущениям Даже более тяжелый Давайте, кстати, сравним Так, зарубежный аналог У нас будет весить Сколько тут? Шесть, да? Шесть граммов Наш российский Четыре грамма Российский рак Четыре грамма Серьезно? Ну, два грамма тяжелее Да, по весу они, как видите, отличаются Сейчас еще чуть ближе их покажу Сравним Именно серебряный вариант Некоторые есть отличия по форме Увеличенный капсюль Ну и немного все-таки другая геометрия Здесь вот эта сама юбка Она более высокая Проточка, не знаю, как это назвать И здесь имеется такая выемка Возможно, она как-то улучшает работу механики Вот Зарубежный почему-то выглядит посимпатичнее Но я сравнил, как говорил, и те, и другие Абсолютно никакой разницы Ни по звуку Ни по работе автоматики Для интереса давайте я снаряжу Всеми тремя видами Кстати, насколько он у нас? По-моему, классический дезерт На 7 здесь, по-моему, побольше Так, давайте начнем с Иностранных Их тут прям 3 засуну Кстати, нормально снаряжается Иногда бывает некоторая проблема с Х-оружием Туго заряжается, снаряжается Сотыки здесь проблемы полностью отсутствуют Давайте парочку также серебряных Видимо, против выборотней От нашей российской компании Просто 9 мм РА То есть, запоминаем Сначала идут иностранные 9 РА и 9 РА То есть, начнем стрелять с РА Потом пойдем Стрелять боеприпасами по оборотням Наверное, многовато, да? Ну, не буду дальше ничего насиловать Еще один боеприпас Наряжу прямо в патронник С вашего позволения Не забывайте про защиту Во-первых, очки Всякий хлам летит в глаза Это, я думаю, нам ни к чему И второе Наушнички, они дешевые У нас в ассортименте Здоровье гораздо дороже, чем Наушники за 300 рублей Берегите здоровье Все штатно Я разницы Никакой не заметил Кстати, в лицо Только что мне отлетела частичка Твердая Не до горящего пороха Так что, очки все-таки Обязательны, мое мнение Подытожим Затыков нет Выглядит красиво Аутентично Собран Качественно Присутствует Тестуаль Цинково-алюминиевый сплав Отличное изделие Ну и в конце концов Внешний вид Хоть и бэби Но дезерт игла Выглядит круто Чуть не забыл Пользователи у меня Иногда просят Объяснить спуск Как он работает Во-первых, нормально Одной рукой спускается С затворной задержки С этим нет проблем И спуск Самоусилие Оно Не такое Предсказуемое Но более предсказуемое Чем у курса То есть нормальный Адекватный спуск Какого-то суперусилия Я пистолету не предлагаю Кстати, в холостую Старайтесь пистолетами Не щелкать Они этого сильно не любят Не забывайте про Наши социальные сети Там есть дополнительный Контент Связанный с СХ Да и вообще Со всей тематикой Нашего магазина И экономьте С помощью специального Скидочного промокода Субтитры создавал DimaTorzok